Ну что, всем привет! Как говорится, открываю цикл по Испании. Буду рассказывать самое интересное, коротко. В Испании жить хорошо, но не заниматься бизнесом. Во-первых, почему? Потому что здесь очень сложная налоговая система. И вторая причина в том, что связь между вами, как компанией, и налоговой осуществляется через хисторов. Это, скажем так, бухгалтера. Так называется бухгалтера местные. А если вы только приехали, вы не знаете языка, вы не знаете менталитета, то вам придется обращаться к русскоязычным хисторам. Так вот, русскоязычные хисторы, они, конечно же, профессиональные имфо-цыгане. То есть они пустят пыль в глаза, вы не будете чаять души в них, и, конечно же, будете пользоваться их услугами. Так вот, у меня здесь был бизнес. Я поменял трех хисторов, точнее, три бухгалтерские компании. И они не то, что не решали свои задачи, они и создали мне проблемы, от которых я до сих пор, скажем так, не могу отмазаться, не могу их решить. И третья, скажем, причина, почему желательно не заниматься здесь бизнесом, здесь присутствует феминизм в этой стране, то есть мужчины здесь бесправны. А все эти хистории, они заправляются женщинами. То есть вы им даже слова не скажете, вы можете с ними даже не пытаться спорить, вас просто обвинят в насилии. А когда я уже в четвертый раз обратился в местную контору, то есть в испанскую хисторию, оказалось то, что они следовали строго по правилам, то есть их научили в течение там пяти лет, дважды, два-четыре, и они будут это делать. Они не будут решать ваши проблемы абсолютно. Еще не стоит забывать тот факт, что работодатель здесь тоже бесправный. То есть, к примеру, если ваш сотрудник придет в хлам пьяный, будет оскорблять, вы не сможете его уволить. То есть вы уволите его, но по закону вы должны будете ему заплатить отступные. То есть если брать минимальную заработную плату, которая по закону принята в Испании, ваши отступные могут составлять от 10 до 15 тысяч евро, которые вы должны заплатить. Так что Испания прекрасна, когда вы в ней живете, у вас есть бизнес где-то на стороне, за рубежом, но только не здесь. И поменьше, конечно, надо общаться с нашими. Не хочу сказать что-то плохое, но во всяком случае хорошего я от них не видал. Если обратиться в эти три конторы, просто, да, ребята, вы чем занимаетесь вообще? Такое я вам скажу, помимо бухгалтерских услуг, они занимаются всеми видами юридических услуг, миграционным законодательством. Я думаю, что они даже занимаются отправкой людей в космос. То есть это тоже можно от них ожидать. Поэтому ситуация здесь вот такая. Очень сильно, очень хорошо подумайте, прежде чем что-либо открывать здесь в Испании. Многие забывают, что всемирно известные люди, там, Масрад, Квалия, там, Шакира, там, по-моему, Пике или еще кто-то, которые здесь жили и работали, они до сих пор не могут откреститься от налоговой, которая им вменяет огромные суммы денег. Так вот, если они, как говорится, попались на крючок налоговой, то что говорить о нас, обычных, простых людях? То есть, сами подумайте, человек, который, там, со Ставропольщины, там, я не знаю, она закончила Херсонский аграрный университет, другая а-ля журналистка. Какими они налоговыми консультантами могут быть в Испании? Абсолютно никакими. Это просто инфо-цыганство, это просто аферизм. Так что, будьте предельно внимательны. И, кстати, скоро я хотел бы начать серию передач об Африке. Я собираюсь поехать в Африку. Поэтому все, кто хотел бы поддержать мой проект, как говорится, не Африка наизнанку, не Африка на колесах, а Африка с реальной, с настоящей стороны. Я буду делать репортажи, которые будут интересны всем, без красивых картинок. Эти картинки, эти видосы, они будут очень сильно привлекательны. Поэтому я ставлю ссылку на донат. И, надеюсь, вы меня поддержите. Всем удачи!